Мы на месте. Мы приветствуем Юлию. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она доверит. Визуально что-то мешает? На плечах накидка выкает. Сила моего намерения. Снимаю эту накидку и отправляю в клетку-тюрьму. Готово. Даю команду на счет риска. Она сканирует пространство над головой Юлии под ногами. 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Юлии. Находит все. От накидки выстраиваю канал к ответственным притягиваю в клетку-тюрьму. У нее то ли плата, то ли голограмма какая-то мешает. Хорошо. Подсвечивается голограмма красным цветом. Скэнер просканирую в виде эту голограмму. Отключи все сопутствующие чипы, датчики, импланты и конвекторы. Никто не притянулся, Вера? Нет пока. Голограмма вышла. Отправляю голограмму в клетку-тюрьму. Выстраиваю прямой канал от голограммы к ответственным притягиваю всех в клетку-тюрьму. Состоят в клетке-тюрьме мои заложники. У нее красный дракон. Да. С голограммой. А с накидкой? У нее есть лизард. Лизард. Накидка это инкуб. Все, больше у нее никого нет. Итак, у нее инкуб, лизард, красный дракон. Какой красный дракон? 28-46. На каком основании ты установил в этом биополе? Колограмму. И что ты здесь делаешь? Красный дракон. Идет договор от него, Слава. У тебя есть контракт с ней? Договариваемся. У тебя есть контракт, который подписан или согласован с Юлей? Показывает, как она кивает. Для него этого хватает. Юля, обращаясь к вам, вы слышали о каком-то контракте, который вы заключали с красным драконом? 28-46. Она говорит, нет, никогда, но он выглядит знакомым. Вы не давали своего согласия на заключение никаких контрактов? Она не знает, что такое контракт. Контракт это значит, что вы подписываете документ на астральном плане с этим драконом, в котором обязуетесь отдавать ему всю свою энергию без ограничения времени этой жизни. Зачем это мне? Нет, таких контрактов я не заключаю. Хорошо, красный дракон. Мне кажется, ты сказал неправду, никакого согласия, никакого кивка не было. Он не знает, где ты взял эти условия контракта. Какие условия контракта у тебя? Развитие. Чье развитие? Ее, с ее развитием мое. Какое развитие ты ей пообещал? Интересные сны, путешествия. В которых ты будешь показывать то, что ты видел своими глазами и транслировать, как будто она летает, да? Через них можно развиваться. Дракон, я вот вернее себя сдерживаю, достать печать дракона и включить ее на полную мощность, чтобы ты не считал меня просто за идиота. И я и ты знаем, что ты вошел без всяких оснований. Это твой контракт недействительно... Это обмен ее развития. Она не давала тебе... Восьми с моей помощью и мое развитие в Матрице Земли с ее помощью. Ты получишь развитие сегодня. Я тебя об этом могу точно гарантировать. Но то, что она свое согласие не давала, это факт. Она не просила тебя развиваться с твоей помощью. Она может этого не помнить, но согласие было. Оставим пока этот вопрос. Даю команду тонкой копии Юлии спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоаберационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились в сущности, каждый подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоаберационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Юлии. Усилий потоки в сто раз. Сколько ты находишься в этом биополе, Красный Дракон? Четыре года. Сколько присутствует Лизард в этом биополе? Девять месяцев. И сколько Инкуб присутствует в этом биополе? Два месяца. У кого из вас есть подключки в доме? Есть у Дракона и Инкуб. Он показывает портал, с которого он смотрит на нее. Это зеркало? Это не зеркало, это целый угол, где стоит зеркало. Столик зеркала, мы об этом говорим. Из-за зеркала. Из-за зеркала. Это ты звал ее в это зеркало? Привлекал внимание к себе. Она тебя услышала? Не зеркало, он за зеркалом стоит. Это столик, он в углу. Я понимаю, а что твое желание зайти в зеркало? Или к чему ты это делал? Какая цель была? Зачем ты об этом говорил? Внимание идет, ответа, внимание он привлекает. Привлекал внимание, хорошо. Ждем окончания реверса. Готова? Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Юлия забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Юлия себя обратно. На хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в сто раз. Они почему-то у нее дракон и Лизард как спокойствие отнимали. У нее постоянная тревога из-за них была. Мысли нехорошие. Каждый специалист в своем деле. Понижать вибрации. Лизард усиливает это все в несколько раз. Лизарду все равно с кем работать. Все усиливает. Готов. Начиная с вытаскивания, Нинкуб, на твоей чистоте, кроме этой накидки, что-то еще есть? Пока нет. Ты серьезно подумал сейчас перед тем, как мне отвечать на слово «пока нет»? Ты хочешь пеплом уйти в свой мир? Что значит «пока»? Ты уже стоишь в клетке в тюрьме. Ты стоишь над шаг от уничтожения. Что значит «пока»? Ты хочешь еще раз прийти? Так я тебе покажу огонь настоящий. Твой ответ должен был звучать так «нет». Лизард, выходи, вытаскивай свое гнездо, отключайся полностью. Ничего не забывай, возвращайся назад. Готов. Выходи, красный дракон, вытаскивай свои платы, отключайся полностью, чтобы следа твоего не было в биополе. Но у него голограмма была, она вышла с головы, он снимает что-то как диск. Пусть вытаскивает все. Сейчас начинается аннулирование контрактов. Готов. Начинаем, переходим к аннулированию контрактов, Юля. Так или иначе, контракт был каким-то образом заключен. Вы желаете его аннулировать? Да, конечно. По закону свободы воли дыши и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Юлия взяла ответственность за свою жизнь в свои руки и выразила это намерение. Я говорю в слухе, а тонкая копия повторяет за мной. Я. Рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Этот контракт, он вышел как лист красный, от него почему-то холод идет. Считать содержание этого контракта. Это то, что сказал дракон. Понятно. Хорошо. Обмен знаниями и с ее стороны идет холод, а с его стороны как красный пожар. Так он выглядит. Ну, он бы ее разжигал изнутри. Я не уверен, что этот контракт заключен на какой-то добровольной основе. Пусть повторяет за мной. Разглашение контракта и договора. По закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова есть. Готово. Открываю воронку в галактическое ядро и сбрасываю все аннулированные контракты, договора, также отработанные и фантомные, на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Есть. Возвращаемся к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Юли с красным драконом и всеми его голограммами и подключками, лизардом, инкубом и его накидкой. Пошла рассинхронизация. Заканчивается автоматически. Есть. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы. Один, два, три. Удар. Отлетают каналы, открывая воронку в галактическое ядро. Каналы улетают на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Инкуб, ты больше никогда не войдешь в это биополе. Если тебя встречат, ты уже точно никуда не уйдешь. Тебе это понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Под его накидкой, открывая воронку в галактическое ядро, уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Лизард, если ты не хочешь уйти туда, куда ушла сейчас накидка инкуба, ты тоже никогда не войдешь в это биополе. Тебе понятно? Да, я имею в виду. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте лизарда. Уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Лия, я прошу тебя выйти со мной на связь. Лия, на связи. Лия, объясни мне, пожалуйста, одну ситуацию. У меня здесь красный дракон, который 4 года сидит, уверяет, что у него есть контракт. Наш клиент об этом, безусловно, ничего не знает. Как в такой ситуации поступать? Там не было никакого желания. Человек сразу заявил желание аннулировать контракт. Что он ничего не просил у этой сущности, которая что-то вписала. Где здесь слабое место? Вообще легитимно? Сознание и подсознание работают по-разному. Вы действительно на земле можете не помнить многого. А интерес влечет. Как она могла избежать этого контракта? Манифест. Манифест. Понятно. Хорошо, манифест. Мы еще не проходили. Это у нас впереди. Что с ним делать? У него еще платы остались в доме. Я могу их... Заберем на проверку. Благодарю тебя. Хорошо, дракон. Тоже попал в поле зрения. Заключатель контрактов. Готово. Чуть громче говорили. Микрофон поправь. Голограмма там еще в клетке? Да. Вера, я тебя слабо слышу. Открывая под голограммой воронку в галактическое ядро, голограмма уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяя. Надо будет запомнить платы. Там остались. Идем дальше. Гармонизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо, Юлия. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Спокойно чувствую. Уверена. Тревога ушла. И энергии очень приятные. Прочитайте внимательно манифест. Вдумайтесь в эти слова. Вы должны эти энергии, чтобы они у вас, все, что там написано, внутри у вас жить. Если вы говорите там слова, что вы становитесь, берете свою жизнь в свои руки, это значит, вы берете свою жизнь в свои руки. С сегодняшнего дня и навсегда. А не в понедельник, в среду и пятницу. Обратите на это внимание. Также наш администратор перешлет вам наши рекомендации по сбросу энергии и по заправке энергии. Цифры свои вы слышали. Эти энергии нужно прочувствовать и визуализировать при наполнении. Для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Юлии в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта. Дом Юлии ты видела? На счет 3 ты стоишь перед входной дверью и я дома. 1, 2, 3. Ты перед домом. Я здесь. Входи в дом. Здесь воронка в коридоре, прямо в полу. Под этой воронкой, открывая воронку в галактическое ядро, портал фантома частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. То есть это потолок между первым и вторым этажем. Хорошо. В этих двух местах внизу открываются воронки в галактическое ядро. Срываете платы и вместе с энергиями плат дракона красного они уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Арахноид, выходи, собирай все свое, что ты оставил в этом доме на своей чистоте. Всю паутину, если есть потомство, собирай в доме и на земельном участке, если ты там тоже присутствуешь. Приступай. Не присутствует на земельном участке. Хорошо, значит, собирай в доме. Готов. Готов уходить? Готов уходить. Больше не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Забирай, что принес, и уходи на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Какой у нас джин? 57,23. Полузолотой? Нет, он не есть. Все отблески, но еще синий. Хорошо. Что ты делаешь в этом доме, Джин? Как же без джина в таком доме? Отлично, в этом доме можно жить. Вот как джин жить без чалмы, без магических кольц, без артефактов магических, без серьг, без его сосуда, с деньгами. Вот это я не знаю. Как ты думаешь, а, джин? Зачем так обижаешь джина? А кто джин назвал сюда? Джин никому плохого не делал. А что джин делает в этом доме? Кто его сюда звал? Обстоятельства звали. Обстоятельства у меня это. Ты понимаешь, кому ты отвечаешь? Потому что я слушаю тебя два раза на третий раз. То, о чем я сказал, переходит уже в действие. Я не люблю такие шутки, когда ты находишься в клетке-тюрьме. Поэтому будь любезен, отвечай, пожалуйста, по существу. Сейчас ты собираешь всю свою пыль, которую ты оставил в этом биополе. Если ты подключен к кому-то в этой квартире, ты должен сразу об этом сказать. Живущих в этой квартире. Ты подключен к мужчине? Нет, к дому подключен. Если к дому, тогда собирай всю свою пыль. И как соберешь? Доложи мне. Все свои ловушки собирая. Паф. Хорошо. Даже приятно, что мы с Джином нашли общий язык. И Джин все быстро исполнил. Хорошо, Джин. В эту квартиру, в этот дом тебе больше приходить нельзя. Я здесь буду ставить защиту. Она у тебя может сжечь. Я не рекомендую пробовать. Тебе это понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина. Забирает все, что принес. Уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Да, есть. Какой у нас бес? Восемь. Хорошо. Черт, ты свое все собрал? Да. Бес. Твоя очередь. Выходи. Собирай все, что ты оставил в этом доме. Отключайся полностью. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Докладывай готовности к проверке. Приступай. Бес, он ворует. Иногда пропадают вещи небольшие. Он их заносит на самый верхний этаж. Там хоронит. Бес. Перемещает. Я знаю. Я такое один раз видел своими глазами. Но после разговора с бесом и обстоятельства, которыми я ему перечислил, которые с ним случатся, если это до определенного времени появится на месте. Бес все очень быстренько вернул и убежал из этого дома. Вот на этом этапе мы сейчас находимся, Бес. Он пока показывает. Он любит игрушку, которая сидит на диване. Вот этот клоун? Да. Вот о нем я и спрашиваю. Мне нравится закидывать ногу и на коленку. Наблюдать за всем. Он очень важным себя считает. Как будто он наблюдает за суетой. Понятно. Хорошая эта, которая на втором этаже находится. Именно этот диванчик, где сидит эта кукла, на которой я подумал, сказал, что там демон сидит. Ну, в принципе, восьмой бес. Недалеко уже и от демона находится. Ладно, хорошо. Давай, Бес, ты все свое собрал. Верни, все вещи на физическом плане, что украл. Потому что я здесь буду выставлять такие защиты, в которые ты просто сгоришь. Если ты этого не хочешь, давай-ка, пополняй работу. Иначе не хочет уходить. Он все делает. Тебе показать? В моих руках появляется шар энергии царя Соломона. Один, два, три. Если ты сейчас не ускоришься, то я сам все соберу. А ты уже никуда не уйдешь. Кто? Быстро. Убирай шар, входит в меня. Хорошо. Здесь еще остался негатив в доме. Но я не знаю, давать его бесу или не давать. Черт, во всяком случае, был кооперативнее, чем ты. Почему не давать? Ну, потому что ты так, ну, не знаю, медленно все делаешь, неохотно делаешь. Почему я тебе должен охотно забирать этот негатив теперь? Он может портал показывать. Мы к этому и сейчас вернемся. Хорошо. Значит, давай тогда. Кто из вас покажет мне портал? Бес покажет, чтобы ему негатив достался. Тебе достанется половина негатива, вторая половина черта. Вас здесь двое. Итак, кто покажет? Бес. Пошли. Давай с этого столика и начнем, который в углу. Нет, столик выше. Выше, хорошо. Здесь камин, печка или что-то такое, которая уходит наверх, труба там. Черный, да. Ну, камин это потенциальный портал, всегда был и, скорее всего, и будет труба. Хорошо. Под этим камином, открывая воронку, галактическое ядро, портал, фантомы и частицы портала уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Пошли дальше. Дальше здесь напротив кровати большое зеркало в шкафу. Шкаф или зеркало? Оно двери. Шкаф. Под этим шкафом, открывая воронку, галактическое ядро, портал, фантомы и частицы портала уходят на переработку. В чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Теперь этот угол стоит в зеркало. Откуда инкуб выглядывал, да? Да. Открывая в этом углу воронку, галактическое ядро, портал, фантомы и частицы портала уходят на переработку. В чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Дальше. Дальше здесь, в этой же комнате шкаф, который заходишь, и туда внутрь уходит портал. Под этим шкафом внизу, откроя воронку в галактическое ядро, и также с этой стеной, которая с этим местом связана, открывается воронка. Портал, фантомы и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово, малыш, идем. Здесь окно, в потолке, портал. Под этим окном внизу, открывая воронку в галактическое ядро, портал, фантомы и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Здесь портала больше нет, но есть скопившаяся энергия. Мы идем вниз, и здесь у входа, где была воронка, вниз портал. Здесь есть зеркало, оно не портал пока, но оно волнуется. Под этим зеркалом, открывая воронку в галактическое ядро, портал фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Еще одно такое же место в гараже. Стена. Под этой стеной, по периметру стены, открывается воронка в галактическое ядро, портал фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Все. Возвращаемся к клетке. Даю команду на счет риска эмоциональной энергии, эмоций, мыслей, чувств. Два таких вытянутых овала. Уплотненные. Понятно. Хорошо. Под космическим открывая воронку в галактическое ядро, уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Второй шар, овал, делю на две равные части. Бес, черт, забираете. Забирает. Отправляя каждому по его половине. Готово. Найдите новое место обитания, здесь все будет запечатано. Все понятно? Понятно. Открывается внизу два портала. Один на чистоте беса, один на чистоте черта. Бес забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Черт забирает, что принес и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя оба портала. Ставь две огненные пентаграммы. Готово. Под клеткой открывая воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Я являюсь перед тобой тонкая копия собаки Боня. Боня стоит перед нами. Есть, она отряхивается. Хорошо, Боня, мы пришли тебе помочь. Сейчас я все это уберу, что тебе мешает. Включаем внутренний белый свет Бонни. Этим светом она выдавливает из себя все негативное патогенное чужеродное, находясь в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит и формируется перед ней в шар. Да, и шар. Открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяя. В макушку головы Бонни начинает поступать необходимое количество ей собачьей энергии. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Чистота вибраций Бонни поднимается до комфортного ей уровня. Готова. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Боня, как ты себя чувствуешь сейчас? Она лает, она показывает на улице, что там есть. Я там все уберу. Сейчас я там все уберу. Поставите защиту. Апканы и есть интерференты. Поставить, да. Я все уберу. Хорошо. Устанавливаю в биополе Бонни Меркабу, собачью Меркабу. Активирую Меркабу. Активировано. Готова. Подращаем тонкую копию Бонни в ее систему Биоробот Душа. Она синхронизируется, гармонизируется со своим биороботом на всех уровнях. Есть. Отключаемся от Бонни. На счет 3 появляется перед тобой тонкая копия кошки Шипа. 1, 2, 3. И Шипа стоит перед нами. Да, есть. Привет, котик. Мы пришли тебе помочь. Включаем внутренний белый свет Шипы. Она выдавливает из себя все негативные патогены низкоэббрационно находящиеся в ее биополе. Свет пошел. Энергия выходит. Формируется в шар. Шар вышел. Открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. В макушку головы Шипы начинает поступать необходимое количество ей кошачьей энергии. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета поступают. Мощность потока усиливается. Чистота вибраций Шипы поднимается до комфортного ей уровня. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Шипа, как ты себя чувствуешь сейчас? Ничего не мешает? Ничего не мешает, но она устала. Она хочет спать. Хорошо. Поставите кошачью защиту. Поставить. Устанавливаю в биополе Шипы кошачью меркабу. Активирую ее. Активировано. Есть. Возвращаем тонкую копию Шипы в ее систему Биоробот Душа. Она заходит и синхронизируется со своим биороботом. И сейчас появляется перед тобой тонкая копия кота Муриса. Мурис стоит перед нами. Есть Мурис. Привет, Мурис. Котик, мы пришли тебе помочь, почистить тебя от сущностей. Мешают они тебе жить? Не раздражает энергии, которая от них идут, влияет на его шерстку. Хорошо. Я сейчас все уберу и поставлю защиту. Включаем внутренний белый свет Мурису. Этим светом он выдавливает из себя все негативные патогены, низкооборационные чужеродные, находящиеся в его биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ним шар. Все чужеродное выходит. Есть шар. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, расставляя. В макушку головы Муриса начинает поступать необходимое количество ему кошачьей энергии. Потоки пошли, наполняет его, усиливает все необходимые ему цвета, поступает. Чистота вибраций Муриса поднимается до комфортного ему уровня. Пошел подъем. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Мурис, как ты себя чувствуешь сейчас? Он как нюхает воздух в поисках энергии негативной. А ее нету, потому что мы уже все почистили в доме. Сейчас еще земельный участок почистим, и там ничего не останется. И сейчас я еще заправлю всеми энергиями защиты, поставлю в доме. Доволен? Доволен. Доволен. Кошачья Меркаба в его биополе. Один, два, три. Активируем ее. Активировано. Готово. Я смотрю, у тебя усы такие белые, длинные. Ты случайно не являешься защитником этого дома? Я встречался с котами, которые были похожи на тебя. У них были длинные белые усы. И они были проводниками. Не являюсь я для тебя таким. У меня он один защитник. Все верно. Да. Хорошо. Я почему спрашиваю, ты хочешь получить защиту кошачьим глаз? Ты ее знаешь? Давай. Устанавливаю в биополе Муриса защиту кошачьего, кошачий глаз. Активирую ее. Активировано. Готово. Хорошо, Мурис, у тебя есть какие-то пожелания передать что-то хозяйке, или ты всем доволен? Животных много, и он иногда беспокоится, что это ему не достанется. Мурис, никаких оснований для такого беспокойства у тебя нет. Животных может быть много, но у каждой есть своя мисочка, так что если это единственное твое переживание, то это значит тебе все хорошо. Будем тебя тогда возвращать назад. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем Муриса в его систему Биоробот Душа, и он заходит, синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях. Ну, коты есть, коты. Готово. Таю команду на щитринном режиме. Есть. Отключайся от дома, переносись на земельный участок. Ты на земельном участке. Есть, есть. Белетка установилась. Да. Здесь арахноид, спрут и бес. И бес. Хорошо. Арахноид, спрут и бес. Сейчас вы выходите. Каждый собирает на своей чистоте все, что он раскидал на этом земельном участке. Выходите все втроем. Собирайте. Возвращайтесь назад. Я проверяю, отправляю вас на вашу чистоту. Приступайте. Арахноид здесь домик какой-то, как склад небольшой. Туда пошел. Пошел, побежал. В дом? Нет, небольшой домик, как склад на участке есть. А, домик. Потому что если он туда войдет, его сожгет. Склад устроил. Кладовщик. У беса они такие, как тканы. Красные расставленные. Да, нам уже код сообщил о них. Прута у него такие скользкие. Какие-то круги. Все все собрали. Арахноид, спрут. Вы больше никогда не приходите на этот участок. Вам понятно? Понятно. Открывается наверху два портала. Один на чистоте арахноида. Один на чистоте спрута. Арахноид забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Спрут забирает, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растряя оба портала. Портала. Бес хочешь получить негатив с земельного участка в дорогу? Тогда покажи мне все порталы, я их закрою. После этого соберу тебе весь негатив. Пошли. Какой у нас бес, Вера? Семь. Хорошо. А здесь угол. Угол что? Последний участок. Хорошо. В этом углу открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантом и частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Дальше. Еще один портал, он в земле. Под этим порталом в земле внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантом и частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Все. Вместе с домом получается 10 порталов. Хорошо. Возвращаемся назад к клетке. Даю команду на счет. В смысле чувств. Два плотных шара. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро. Уходим на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Второй шар твой бес. Забираешь? Да. Отправляю бесу. Найди себе новое место обитания. Здесь все будет запечатано. Все понятно? Все понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Забирает, что принес. И уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. И ставь огненную пентаграмму. Готово. Под клеткой открываю воронку в галактическое ядро. Она уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. В автоматическом режиме. Есть. Хорошо. Мы здесь закончили. Отключаемся от дома. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова